Друзья, всех приветствую! Я хочу немножко отвлечься от тематики своего канала. В связи с тем, что проведя интервью с Екатериной Чернышовой, автором идеи «Мама, я тебя прощаю» в галерее «Путь», я решила выложить вам беседу между матерью и дочерью о доверии. И надеюсь, это видео будет полезным не только нам, участникам, но и вам. Видео в двух частях. Наслаждайтесь! Ты не переживай. А нет, я уже не переживаю. Я уже чувствую себя звездой. Мне нравится. Так, ну давай, о чём ты хочешь сегодня поговорить? Я сегодня думала над тем, что значит доверие в семье. И об этом я бы хотела поговорить. Доверие не просто доверие, как в семье, доверие между матерью и дочерью. И это наш с тобой диалог, который длится с момента, когда ты стала осознавать сама себя. Да, это я точно помню. Вот это наш с тобой диалог, потому что… А когда ты сама первый раз начала доверять мне? Я тебе так скажу. Не конкретно тебе, а вот сразу немножечко отойду. Работая в организации, у меня была там моя коллега, и мы с ней очень часто общались на тему детей. А увидела, как она звонит постоянно своему сыну и постоянно его проверяет. На что я сказала, что я этого не делаю, потому что я доверяю своим детям. Она и сказала, они ещё ничего такого не сделали, чтобы ты им могла доверять. Я говорю, для того, чтобы они что-то сделали плохое, надо не доверять детям. Тогда они сделают… Плохое. Да. А я доверяю. Мало того, я горжусь своими детьми, что у меня вот такие дети. На что она говорит, гордиться пока нечем. Ух ты! Ну, Коле тогда было сколько? 12 или 13 лет. Ты вообще была малышкой, если ты на… А я знаю, что помню из нашей жизни. Про доверие. Я не знаю, сколько мне было лет. По-моему, это был первый класс, и я пришла к тебе с записочкой от одноклассника. Это была такая первая моя… Я вообще-то шкодная была. Ты очень шкодная. Мне очень хочется вот это почерпить. Я была очень шкодная. Я, кстати, убегала из детского садика, когда мама была на работе. Когда она думала, что я в детском саду, я убегала и гуляла там около дома. Ничего плохого не делала, но мне свободу хотелось. Я, по сути, по своей природе, вот с самого детства мне нужна была свобода. Вот. Свобода – любивая личность. Я помню, когда, значит, это был первый класс, и мы пошли с моей одноклассницей. Тогда были детские комнаты, специальные создавались в Советском Союзе, где ты приходил, и там были… Тебе позволяло сыграть в разные игры, настольные, шахматы, то есть всё. И вот я получаю каким-то образом записку. Я даже не помню, как я это получила. Каким-то образом мне её передали. Или он мне в руки её дал. Причём мальчиков было двое. И записка была от одного. Ухаживали двое, а записка была вот… И я пришла к маме и сказала… Я сначала её сама прочитала, а потом говорю, мам, смотри, мне написали. И вот, честно говоря, я не помню сейчас, о чём был разговор. Вот ты помнишь? Мне вот интересно твоё мнение. Да, я хорошо помню. И я помню, но у меня было… Вот это вот послесловие такое, после того, как мама мне всё это объяснила, рассказала, я подумала, ой, как много проблем. Я пока это оставлю на потом. А теперь расскажи мне, что ты помнишь из этого. Я помню то, что записка, во-первых, была зашифрована. А, вот так даже. Она была зашифрована, и мы с тобой её расшифровывали. Причём ты расшифровывала, потому что ты… Да, да, да. И когда мы её расшифровали, эту записку, содержание этой записки лично мне не понравилось. Так. Ты на это ещё… Это у тебя были первые, самые такие первые… Конечно, приятно так, внимание такое. Вот, и я просто-напросто вот само содержание показала этого мальчика. Вот его отношение к тебе, в частности. Так. Поэтому я обратила внимание на это конкретно. Я не хочу конкретики касаться. Нет, не нужно, не нужно. Ну, хорошо, я коснусь конкретики. Он там тебе писал о том, что… Он предлагал тебе дружбу, он говорил, что ты ему очень нравишься, но он просил тебя, чтобы об этом никто не знал, чтобы вы дружили так, чтобы никто об этом не догадывал. Ну, какое? Я даже не помню. Я это хорошо запомнила, на что я тебе и обратила твоё внимание. Я тебе сказала, что если мальчик предлагает дружбу, если ты ему нравишься, и он предлагает тебе дружбу, он должен гордиться этим, тем, что он с тобой дружит, а не стесняться этого. А если он хочет скрыть это обстоятельство, значит, что-то здесь не так. Значит, он может и стесняется. Может стесняется того, что у него возникли эти чувства. Ну, во-первых, это ещё какой возраст. Да, какой возраст, да. А ты думаешь, это первый класс был? Это был первый класс, я помню хорошо, потому что именно в первом классе у нас была вот эта детская комната специальная, знаешь, вот куда мы ходили все. И причём после этого я перестала ходить в детскую комнату, потому что он там периодически приходил, и они туда ходили. И меня это уже немножко так смущало. Потом ещё я тебе хочу о доверии, что сказать. Доверие не только… Вот когда ты несла мне что-то и со мной говорила, я отмечала для себя, что, значит, моё воспитание, значит, даже не то, чтобы воспитание, а то, как мы с тобой общаемся, даёт мне право вот это доверие получить от тебя. Понимаешь, да? Да. Значит, я делаю не всё. Я всегда сомневающийся человек, и ты это хорошо знаешь. Но вот в той ситуации мне было очень приятно, что ты мне доверяешь. И вот поверь, что я всегда беспокоилась. Я не могу сказать, что если дочь доверяет матери, и от этого матери будет спокойнее жить. Да, да. Я сама матеря знаю. Никогда. Наоборот. Тебе доверили, тебе дали такое своё сокровенное. Человек, который только начинает ходить, вот только-только он начинает познавать людей. И мать – человек, который самый близкий. Вот в этот момент главное сохранить. Понимаешь, вот как он тебе это доверил, как он тебе дал вот это, да, так это и принять, и сохранить. Да, согласна. Вот если мать вот этот момент упустит, потому что в моей жизни было это. Можно я расскажу? Конечно. Нужно? Да. Мне было 15 лет. Я закончила 8 классов, поступила в энерготехникум. И мама, она увидела, что я уже поменялась, и она мне при разговоре сказала, «Доченька, если что-то в твоей жизни появится, ты должна об этом сказать мне». И вот у меня появился твой отец, ваш отец. И я… Первое, что я сделала, я прибежала к маме и сказала, «Мама слушала меня с напряжённым лицом». Это меня уже насторожило. Я уже про себя подумала, наверное, я не вовремя подошла, либо этого общения нужно было делать. Между тем, мама перешла от слов к действию. Она сразу мне сказала, «Ты что, приправив определённым словом, да, так, для вескости, в карман не вовремя, ты что, ты не понимаешь, что ты знаешь, ты должна то-то, то-то, то-то». И вот мне было перечислено, что я должна. И в этом «что я должна» не было ничего из того, что я доверила маме. И, то есть, всё было запрещено. Понятно. Ну, первый поцелуй, короче. А, ну, понятно. И я сказала, «Теперь всё». А ты помнишь, у нас с тобой был момент, когда ты ко мне подошла и сказала, «Доченька, мне было, не знаю, лет 14, наверное, может, да, 14, наверное, ты подошла и сказала, если, значит, у тебя что-то, будут какие-то отношения». У меня, правда, уже были тогда. Я как-то, как-то рано. В 12 лет я начала дружить с мальчиком, да? Ну, я же тебе говорю, там, не дружить, там тебя все влюбляли. Вот. Но суть не в этом, а в том, что, и мама мне сказала, «Вот если тебе нужна будет какая-то, какой-то совет, значит, ты, пожалуйста, подойди и скажи мне, и мы с тобой поговорим». Я так прикинула и подумала, «Конечно, я подойду к маме». А тогда это вот эти вот все нюансы в плане взросления девушки, да? И я думаю, «Я, конечно, подойду к маме, но думаю, лучше, наверное, я ничего не буду такого делать, чтобы не подходить с такими вопросами». Я очень хорошо это помню, потому что я, ну, как мы же взрослые женщины общаемся, и я слышала о том, как многие мамы там говорили, что вот такая-такая-то ситуация. Я знаю одно чёткое правило. Если ты не можешь это запретить, расскажи, как это сделать. Правильно. И я это решила, вот просто не отлагая в долгий ящик, я решила это всё сделать. Поэтому я подошла к тебе и вспомни, как это было. И я тебе, более того, я тебе сказала, «Никогда меня не бойся». Да, я это помню хорошо очень. Я пойму, я всегда пойму, я всегда помогу. И, кстати, так и было всю жизнь. Спасибо тебе. Мне приятно это слышать. Спасибо. И вот всё, что касается матери и дочери, это такая хрупкая, тонкая грань. Мы, кстати, здесь говорим об отношениях матери и дочери, если кто ещё не понял. Да, это такая хрупкая грань, которую, это сосуд, вот этот сосуд, который, он даже не хрустальный, он какой-то эфемерный, но это сосуд. И если какой-то вот такой резкий ветер или какая-то вот извне что-то, если девочка тебе доверяет, дочь доверяет тебе, ни в коем случае об этом никто не должен знать, ни твои близкие подруги, ни муж, абсолютно никто этот лично тебе было доверено. Значит, ты это должна нести, потому что рано или поздно это всё вылезет, а это обязательно вылезет. И тогда вот я с грустью наблюдаю очень много в своём окружении, когда дочери, будучи уже взрослыми, более чем взрослыми, в преклонных годах, имея живых матерей, они их осуждают. Матерей осуждают? Матерей осуждают. Или дочери? Нет, матерей. Дочери матерей. И меня это не то, чтобы там возмущает, я не берусь судить, но мне грустно это слышать. Потому что единственный человек в твоей жизни, который за тебя готов, я не говорю про всех матерей, матери тоже разные бывают, так же, как и дочери разные. Мне повезло. Да. Видимо, мне повезло, что у меня такая дочь. Вот скорее всего. И тебе повезло, что у тебя такая дочь. Да, мне в обоих случаях повезло и мама, и дочь. Понимаешь? А мне кажется, здесь дело не в везении всё-таки. Вот говорят, повезло. А мне кажется, это не везение. Мне кажется, не кажется, я так считаю, что всё идёт от нас самих. Мы можем как… Вот изначально, вот мы с тобой начали разговор с того, как в детстве ты выстроила вот эти отношения. Правильно? Да. Вот так же я выстраивала свои отношения со своей дочерью. То есть доверие – это на первом месте. Разговор всегда был с точки зрения «ты взрослая». Не так, что ты ребёнок, ты ещё ничего не понимаешь, как вот любят мамочки говорить, там, извиняюсь, «закрой свой рот» или что-то в это. Это грубое, это вообще неприемлемо в отношениях. Уважение. Уважение. Вот это самое главное. Как только ты ребёнку показываешь, что ты с ним на одной планке… То есть он человек, но просто маленького роста. Да, маленького роста. Он человек. Правильно. И если ты постоянно будешь это подчёркивать, вот живя каждый день, вот подчёркивать, а каким образом мы это подчёркиваем? Вот для меня лично… Вот, допустим, пример такой из школы. Помнишь? Когда я пришла, воевала за вашу форму. Ой, хорошо помню. Я думаю, что сейчас все мои одноклассники вспомнят это. Когда завуч вашей школы… Я очень хорошо помню. …одеваясь очень красиво, тогда как раз можно было свободно одеваться. Да, кстати. И девочки… Я не скажу, что девочки там чересчур там это… Но они уже пытались своё «я» показать. Да. То есть в каждой из девочек уже раз… Я помню. Женщина была, да. И ты помнишь, как я тебя одевала? Я старалась, да? Денег не было, я что делала? Я всё сшила. Да. Вот. И когда тебе… Вот ты пришла домой, и я не помню конкретно, что там, но тебя оскорбили. Именно от завучей сходило это. Так это было и от завучей. Это самое… Да. Да. И я пошла к ней. Она у нас вела русскую литературу. Да. И я пошла к ней. Да. Я зашла, и первое, на что я обратила внимание, когда я поздоровалась, я сказала, как вы красиво и со вкусом одеты. Спасибо, она мне сказала. Я говорю, а почему вы отказываете в этом формирующейся личности, в частности, девочкам? Почему вы отказываете? Почему они должны быть серыми мышками? Я как мать. Я против этого. И моя дочь. Она шикарно там. Она не переодевается каждый день. Она всегда хорошо и со вкусом. Кстати, никогда не одевала короткий юбик. Никогда. Но не знаю, что уж там её так… Ну, я хорошо помню, это был момент, когда ты приехала из Одессы, Одессы. И тогда входили в моду дутыши и одна моя подружка, любимая, и твоя крестница. Ей купили дутыш. И мама решила шить мне такой же. Ну, не такой же, похоже, потому что это было в тренде. И мама шила. И практически это сделала за ночь. Я была безумно счастлива. Мне безумно нравилось это. Я считала себя вообще просто звездой. И вот я прихожу в этом дутыши. У меня была такая длинная юбка. Да, у меня был разрез, но он не был до попы, этот разрез. То есть, всё было очень даже прилично. И я в этом дутыше захожу в школу. А тогда при входе стояли, проверяли внешний вид. И вот завуч там почему-то оказалась в это утро. И она меня разворачивает. Она говорит, ты так не пойдёшь в школу, сними. И вообще в таком виде сюда больше не приходи. И вот это было, кстати, это и была причина, по которой ты пошла в школу. Я тогда очень расстроилась, потому что я видела, что другие ходят практически, ну, ничем не отличаются от меня. И меня это так возмутило. То есть, я просто, я не понимала, что во мне не так. И я, честно говоря, я помню, я всегда одевалась очень даже скромно, мне казалось. У меня всегда были такие вот свитера. У тебя вот бодлоночки были. Бодлонки. У меня никогда не было вот этого вот декольте, там глаза накрашены. И не знаю, за что меня так не злюбили. Видимо, за то, что мама шила хорошо. Не помню. А ты помнишь, как в учительской эту куртку разложили и смотрели, как она шила? Да, кстати. А потом уже. Но все-таки Завчина меня все равно не любила после этого. Она очень осторожно стала ко мне относиться. Очень осторожно, да. Но она все равно, у нее было такое предвзятое ко мне отношение. Но экзамен я сдала. Экзамен ты сдала? Более того, характеристику, которую она подписала? Не, написала мне характеристику уже другая. Да, но она же подписала. Да, она подписала. Подписи ее стоит. Субтитры сделал DimaTorzok